Друзья, всем привет! Вас приветствует компания Lifehouse. Сегодня мы находимся на нашем строящемся объекте. Это город Щелково. И здесь мы строим двухэтажный дом из газобетона по индивидуальному проекту с живой планировкой. Да, мы постепенно переходим на новый уровень развития после прокачки всех базовых, так сказать, принципов, узлов и решений в серийных проектах. Мы подобрались к домам по индивидуальным проектам. И вот перед нами и перед вами первый дом с живой планировкой, который строится по индивидуальному проекту. Габариты дома 11 на 11 метров. То есть это достаточно большой домик с учетом все-таки, что здесь будет полноценных два этажа. Внутренняя площадь этого дома 184 квадратных метра. У этого дома предусмотрена угловая терраса, где я показываю, которая будет затрагивать правый, боковой и задние фасады. Вот здесь. И здесь будет навес для машины от самого забора до дома. И, кстати, мы уже начали делать фундамент для этого навеса. Вот здесь. Скажу сразу, что внешние постройки далеко не всегда являются работами первого, так сказать, цикла. Это очень часто наши заказчики строят на первом этапе только коробки, а уже потом достраивают пристройки. Но нам, строителям, важно запроектировать все возможные примыкающие пристройки к вашему дому. Для чего это нужно? Во-первых, понимать, каким дом станет в самом конце, в финале, так сказать. А во-вторых, нам это понимание нужно для заложения необходимых скрытых балок для опирания кровли и для правильного проектирования фундаментов, чтобы потом ничего не ломать и не разрушать при достройке всех внешних крылес, навесов, террас и так далее. Кстати, дождитесь конца этого видео, мы обязательно вставим визуализацию этого дома, чтобы вы уже сейчас смогли увидеть и оценить финал, как дом будет выглядеть через пару лет. Как видно, друзья, мы уже подняли наружные стены первого этажа. Здесь 12 рядов вкладки. Это значит, что высота от фундамента до перекрытия здесь будет ни много ни мало 302 см, а в частоте после отделки порядка 275 см. И, кстати, в наших сметах есть такой важный пункт, как увеличение ряда блока на 1 и 2 этаже. Вот на этом объекте заказчик оставил высоту первого этажа в стандартном нашем варианте, а высоту второго этажа увеличил на 25 см. То есть на один ряд блока. Но это мы с вами увидим чуть позже. А сейчас, уже по сложившей традиции, я приложу протокол испытаний вот этого блока, который мы давили пару недель назад на прессе. Заявленная плотность блока D400, а фактическая, плавает от 402 до 410. Прочность на сжатие от 2.81 до 2.9 Мп, то есть соответствует заявленному классу по прочности. Вот такие блоки нам приехали со старой Купавны. Это наш привычный размер 40 см ширина, и именно таким блоком мы выкладываем львиную долю наружных стен в наших домах. Перемычки наши любимые заводские из газобетона. В них нет ни капли бетона от слова совсем, только армированный газобетон повышенной плотности D600. Напомню, что фундамент мы также использовали на прессе. Уже через неделю бетон показал класс по прочности B22.5, что очень хорошо. Это завод Айсберг Щелково. И сейчас давайте еще поднимемся на леса и посмотрим на все происходящее сверху. Вот мы с вами, друзья, видим контур дома. 11 на 11 метров. В середине у нас есть несущая стена толщиной 300 мм. В общем-то стандартная толщина внутренней несущей стены для наших проектов. И также здесь будет еще одна небольшая несущая стена. Вот в этом месте. Такой как бы аппендикс. Короткая стена порядка 3 метров. И получается, у нас здесь не 5 стенок, а как бы 6 стенок или 5,5 стенок. Вообще, конечно, друзья, индивидуальные проекты тем и отличаются от типовых, серийных. Что это все идея и задумка заказчика, которую мы, строители, должны обыграть и представить, так сказать, в лучшем свете и с максимальной надежностью и долговечностью. Именно поэтому мы видим такие большие оконные проемы. Вот здесь. 2,5 метра. В стандартных типовых проектах у нас максимальная ширина составляет только 2 метра. Хотя, кто знает, друзья, возможно, опыт проектирования и строительства индивидуальных проектов позволит нам улучшить, доработать и допилить наши типовые проекты. Как считаете? Напишите в комментариях. Вот здесь мы с вами видим вырезанную вымемку под укладку бетона. Это будет как раз скрытая монолитная балка, к которой притянется кровля террасы. Вы никогда ее не увидите после того, как поднимутся стены. Но когда хозяину нужно будет достроить террасу, он откроет проект и поймет, где у него монолитный участок. Кстати, если вы заметили, у нас проармированы подоконники. Хотя обычно мы армируем заряд до окна. Дело в том, что с учетом слабых грунтов, здесь рядом река, мы решили армировать, внимание, каждый ряд первого этажа, чтобы сминимизировать возможное трещинообразование от неравномерности осадок фундамента под нагрузкой. Продолжаем строить красивый белый дом с живой планировкой по индивидуальному проекту в городе Щелково. До новых встреч! Прошло всего пару дней, друзья, и мы снова на нашем объекте в Щелково. В этот раз для того, чтобы залить фундамент для навеса машин. Вот здесь. Конечно, это можно было бы реализовать еще на этапе фундамента дома, когда заливали плиту. Но вот заказчик, уже после того, как мы вышли на этап стен, решился, отважился, так сказать, закрыть вопрос и с фундаментом навеса на этапе коробки дома. Не стал откладывать на потом. И такое бывает, что в процессе производства работ нам добавляют доп. работы, которые все равно должны были выполняться на этом объекте. Ну, например, на доме в Сумароково-Всенково мы только после строительства фундамента поняли, что нам нужно будет полностью сделать два крыльца дома. Одно открытое на столбах, другое закрытое газоблоком. А на доме в Сумароково-Всенково уже в процессе строительства к нам прибавились работы по строительству террасы и пристройке хозблока. Да, часто заказчики именно в процессе строительства принимают решение о передаче дополнительных объемов работ в наши руки. Наверное, потому что хотят закрыть этап коробки максимально завершенным и уже потом не возвращаться к капитальным, так сказать, работам. Когда мы выполняем проект, мы архитектурную часть выполняем сразу в том виде, в котором будет выглядеть дом в финале. И вот здесь, в Щелково, был сразу отображен навес для машин и задняя терраса в разделе АР. Но вот конструктивный раздел КР для пристроек мы выполняем только когда это входит в наш объем работ. И вот здесь получилось так, что мы до последнего момента не знали, что нам передадут этот объем работ. А когда узнали, сразу начали продумывать решение по фундаменту, прямо на объекте. Проект КР в этом случае уже будет изготовлен в процессе работ и уже окончательно сдан после выполнения работ по фундаменту. То есть, наверное, впервые на данном небольшом участке работ мы выполняем работу без утвержденного и согласованного проекта КР. Благо, что все решения типовые, стандартизированные, так сказать, которые мы уже делали не один раз. Что же у нас за фундамент будет? Да все просто. Утепленный ленточный фундамент. Лента высотой 50 см, шириной 30 см. Лента утеплена в основании и также с выносом в сторону фундамента на полметра. То есть, это по сути, хоть и небольшой, но точно такой же фундамент, как и мы делаем для наших домов. И также здесь сделан дренаж, прокопана траншея рядом с лентой, засыпана щебнем, уложена перфорированная труба и все это обернуто геотексилем Type R. Как вы поняли, на фундаменте навеса мы ничего не уменьшали и не урезали в плане наших стандартов. Все также основательно, капитально и надежно. Именно поэтому, кстати, многие наши заказчики удивляются, почему, скажем, небольшой навес столько стоит в нашей смете. Да потому, друзья, что это такой же основательный монолитный фундамент и это такая же основательная долговечная кровля. Все то же самое, как у основного дома. Просто есть некий стереотип, что пристройка или навесник это что-то простое, недорогое, быстровозводимое. Нет, друзья, если мы строим капитальное строение, особенно пристроенное к основному дому, у нас те же требования к монолитности, так сказать, и долговечности конструкции, как к основному дому. Ну или другими словами, может быть, так будет понятнее, норма прибыли для навесов, крылец и пристроек точно такая же, как и на основной работе. Мы не перезакладываемся здесь, не закладываем сверхприбыли, просто ответственность за пристройки ничуть не меньше, чем за основной дом. Ну что ж, друзья, у нас все готово, чтобы сегодня вручную с миксера залить 5 кубов бетона в 2 ленты для навеса машин. И заодно мы зальем скрытую монолитную балку для опирания кровли террасы. Бригада готова, хорошее настроение тоже готово, и мы начинаем. Каждый родом из детства, где дом, большая крепость, там всегда много любви, там всегда зимой, лето. Возвращайся скорей, шепчут каждый раз в сцены, дом основа семьи, в каждом поколении. Дом это маяк, дом это причал, не бежишь домой, когда так устал. Дом это семья, дом история, ты просто напиши ее с лайфстайл. Дом это маяк, дом это причал, не бежишь домой, когда так устал. Дом это семья, дом история, ты просто напиши ее с лайфстайл. Это место под солнцем, где счастливым быть просто. Строить мечты, это наш лайфстайл. Это место под солнцем, где счастливым быть просто. Дом это маяк, дом это причал, не бежишь домой, когда так устал. Дом это семья, дом история, ты просто напиши ее с лайфстайл. Дом это маяк, дом это причал, не бежишь домой, когда так устал. Дом это семья, дом история, ты просто напиши ее с лайфстайл. Это место под солнцем, где счастливым быть просто. Строить мечты, это наш лайфстайл. Это место под солнцем, где счастливым быть просто. Поплощай идеи, вместе с наш лайфстайл. Это место под солнцем, где счастливым быть просто. Строить мечты, это наш лайфстайл. Это место под солнцем, где счастливым быть просто. Наша идея